Привет, ребята! Сегодня у нас по плану всё, что связано с буквами и наука опыта. Начнём с букв. Покажу вам, чем займёмся. Вот здесь вот доделаем, допишем чуть-чуть. В принципе, нам чуть-чуть, кстати, в этом пособии осталось несколько страничек. Может быть, двинемся дальше, но, скорее всего, нет. Плотные такие листики. Мне всегда кажется, что я два взяла. Да, и практически мы его закончили. Здесь, кстати, смотрите, даже на обложке задание, видите, здесь прям минимум лишних листов. Дальше мы продолжим с Василисой каллиграфию. Вот такая вот у нас есть распечатка сайта РКШ Русской Классической Школы. Проходим сейчас для детей 4-летнего возраста, потому что это первое, с неё решили начать. Потом для 5-летних скачать. Впишем мы пока что треугольным карандашом, потом уже там всякие перьевые ручки и прочее. Начинать нужно с этого. Дальше нейролокопедические прописи. Сделаем вот здесь вот. Слепим слог и дальше. Очень мне нравится здесь подход. Очень полезно, очень важно. Классно. Так, читаем по слогам. Продолжим тренажёр. Сегодня вот этот текст. Здесь нужно прочитать текст и выберите подходящие к картинке слова. Что больше подходит сюда? Чёрный-розовый или чёрный-голубой? Прочитай историю ещё раз другими словами. Придумай свою сказку, не похоже на то, что ты прочитал. Ещё и по картинке. Сказку это для развития писательских навыков. Очень нам он нравится. Мы его пройдём. Я его оставлю. И через какой-то период пройдём ещё раз. Это будет интересно. Начинать, варительская страничка, как с этим работать. Дальше. Из школы семи гномов речь-грамота. Продолжим делать. Она идёт с наклеечками. Это activity, которая. Вот слово и его схема. Сделаем. Дальше сделаем кроссвордик. Вот здесь вот. В этом филворде спрятались 10 слов на букву R. Скорее найди их и запомни пустые клеточки. То есть нужно здесь их найти и сюда выписать. По количеству букв. Моя любовь в последнее время. Вот здесь вот сделаем задание к букве I. В прошлый раз здесь сделали. Очень мне нравится. Дальше. Из теста с логопедом. На букву S сделаем задание. Тоже тут они идут с наклеечками. Только здесь неудобство в том, что непонятно какая наклейка к какому заданию. Иногда возникают путаницы, потому что подходят несколько вариантов. В принципе у этих пособий так сделаны наклейки, что они не подписаны. Вот, например, у Activity здесь даже цвет фона, видите, различает. Вот они 43, она вот на серое, например. Это удобно. Дальше. Дальше. Научные разные факты. Какое время года в зависимости от того, как повернута земля. Как ведут себя растения. Дальше. Я еще подготовила из окружающий мир. Activity с наклейками Школы Семи Гномов. Здесь вот тоже картинка такая наглядная. И подпишем месяц. Когда-то мы это задание пополняли простым карандашом. Я просто стерла. Повторим. У нас есть еще вот такая вот доска. Мы каждый день заполняем здесь число, время, дата, месяц, погода, день недели. И еще мы ведем календарь погоды. Вот у нас календарь погоды. Мы записываем, какая погода каждый день. Тоже сегодня сделаем обязательно. Из Activity окружающий мир 5+. Здесь вот тоже одежда и времена года. Что когда тоже впишем времена года. Зависит от времена года. Из каких месяцев состоит каждое время года. Какие месяцы пропущены картинки впиши. Какую одежду нужно одевать в каждое время года. Приклеить цветные поля. Наклейки. Подходящие наклейки. Вот, что мы когда еще одеваем, сделаем. Сделаем отсюда страничку, что вот как ведут себя разные животные зимой. И в принципе скоро уже декабрь. Начнем вот этот. Хотя у нас уже прям снега много-много. У нас уже зимняя погода. Начнем вот это пособие зима. Оно такое простенькое. Очень атмосферное. Мне нравится, что здесь такие красивые картинки. Но это как бы не больше не к занятию, а просто именно не к сегодняшнему занятию. Сегодня посмотрим, как ведут себя разные животные зимой. И что-то отсюда сделаем. Наклеечки приклеим. Так, мир вокруг. Здесь тоже целый раздел есть про времена года. Четыре времени года. Вот здесь разные тоже задания. Зима, снежинки, весна, лето, осень. Начинается здесь зимы. Тоже поделаем отсюда. Так, и дальше у меня было распечатанное пособие от Монте-Сори. Как-то оно там называется. Тоже, типа, мир вокруг нас. Что-то в этом роде. Здесь вырезала я, подготовила карточки. Нужно будет приклеить к какому месяцу, что подходит. И вот как себя тоже деревья природа ведет. И за моя первая книга о науке. Здесь вот тоже есть погода и времена года. Просто откроем, посмотрим. Тоже тут есть по временам года картинки. Может быть, сильно углубляться не будем, но посмотрим. Потому что в других пособиях углубимся. Посмотрим, как Василисичка вообще очень ждет занятия. Сейчас я доснимаю, будем заниматься. Из вот этой книжки у нас новая главная книга малыша о природе. Дерево и времена года тоже откроем. Посмотрим больше, как наглядно. Вот тут интересно описано, как ведут себя внутри растения. Это дерево. На примере каштана, кстати. Интересно. О, тут тоже времена года принесла Василиса. И там еще вот эти вот цветочки, птички я достала. Василиса у меня активная часть на подготовке к занятиям. Она вот тоже все, то что находит, приносит. Да, вот это еще приносит. Да, вот вимельбуха она принесла год в лесу. Там из палочек, смотрите, сейчас. Вот тут из палочек. Да, тут месяц из палочек. Как лес себе ведет, в какое время года. Здесь даже животные подписаны. И немножко о них информация. Василиса любит вообще вимельбухов. Ну да, но я думаю, это вот это. Ну, у тебя другие тоже ты любишь. Ну да. Вот это вот еще вкусно пахнет, да? Пахнет типографией, да. Здесь у нас еще есть времена года, но это уже мы сегодня не будем использовать. Все лесечка принесла. Всем хорошего дня. Будем мы заниматься. Всем пока-пока.